Здравствуйте! Как вы привыкли проводить ночь искусств? Спать или ходить по музеям, театрам, библиотекам и вдохновляться силой искусства? Если вы относите себя ко второй категории, то слушайте внимательно. Гости города Эс предложат вам несколько занимательных вариантов, и вы точно не сможете уснуть. Итак, в первой части программы сегодня у нас Кира Фролова. Это заместитель директора по научной работе музея Ильдара Рязанова. Здравствуйте, Кира. И Никита Кузнецов, заведующий отделом литературы 20-21 веков. Вы представляете Горький центр. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что для вас ночь искусств? Как вы обычно ее проводите? Это работа? Или вы позволяете себе тоже когда-то, может быть, не каждый год, но посещать какие-то учреждения культуры? Ну, ночь искусств, на самом деле, это всегда какой-то эксперимент. Эксперимент с собой, если ты участник, если ты художник, в конце концов. И эксперимент со стороны музея, со стороны институции. Потому что как подать, как заинтересовать посетителя, именно приобщить его к искусству и связать это, соответственно, с музеем. То есть каждый год программа меняется. Это не одинаковые такие вечера, не одинаковые программы, мероприятия. Это все постоянно меняется. И вот экспериментатор Никита пробует себя в этом. Кира, а вы? Ну, ночь искусств — это прежде всего мероприятие, которое призвано показать разные виды искусства всем участникам, всем посетителям различных площадок. И, как я понимаю, мероприятие проходит на совершенно разных площадках. Это не только исключительно музейные мероприятия, но участвуют библиотеки, культурные центры, театры. — Какая-то ночь искусств вам запомнилась особенно? Вот что-то вспоминаете такое? Что было ярким? Оставило много откликов, впечатлений от посетителей? Было что-то такое интересное? — Ну, могу сказать про ночь искусств в прошлом году в Литературном музее. Я еще не работал в Литературном музее на тот момент, но я был участником этой ночь искусств. Нас пригласили сделать определенную интерактивную зону. И это достаточно любопытно — посмотреть реакцию людей на то, что мы делали, на то, насколько идут на контакт эти люди. Да, это было интересно. — Музей Ильдара Рязанова в последнее время просто гремит не только по Самаре, но даже и по стране уже стал таким музеем федерального масштаба. Кира, чем порадуете? Что нового интересного появляется и особенно вот в эту ночь искусств? — 3 ноября, в воскресенье, мы ждем всех жителей города и гостей города с 3 до 7 часов. То есть это не совсем ночное мероприятие, но и день тоже захватываем. — Да. Из 3 до 7 часов у жителей и гостей города будет возможность посетить основную экспозицию музея. Кто-то, если пожелает, может посетить ее с экскурсией. И мы представим новые экспонаты. Так как у нас музей активно развивается, у нас будет еще открыт через 2 года второй этаж. На втором этаже будет большая экспозиция, посвященная творчеству Рязанова. И часть экспонатов мы уже собираем. Нам помогают в этом наши московские коллеги киноклуба «Ильдар», родственники Рязанова, родственники его соратников. В частности, у нас будут в этот день представлены новые экспонаты из личной коллекции Эмилии Брагинского. Это многолетний соавтор Ильдара Александровича. С ним вместе они написали 9 сценариев к его фильмам. — То есть будет сюрприз. — Сюрприз, да. — Семи часов у нас уже начинается программа мероприятий. Семи часов вход в музей свободный по предварительной записи. И мы предложим 4 разных мероприятия, в которых можно поучаствовать и как-то с интересом для себя провести время и узнать много нового. — Вход свободный, но по предварительной записи. — Да, потому что количество мест ограничено. — То есть если просто подойти, вы не пустите? — Если места свободные будут, конечно, пустим. Но у нас музей маленький еще, и мы не можем принять всех желающих, естественно. — Ограничены возможностями такими. Никита, что у вас? Будут ли сюрпризы? Какая будет программа? — Сюрпризы будут, сразу хочу сказать. Помимо того, что у нас будет работать две площадки. Это непосредственно усадьба Алексея Толстого, где будет работать выставка «Кабинет писателя» от Ассоциации литературных музеев. Такая достаточно осмысленная интерактивная выставка, где нужно узнать, чей кабинет перед тобой через определенные факты из биографии, какие-то мелочи из жизни писателей. И, соответственно, на площадке «Горький центр» будет работать выставка «Владимир Маяковский там и у нас» с Государственного литературного музея о зарубежных поездках Владимира Маяковского. И помимо этого, конечно, мы экспериментируем. Основной упор у нас будет сделан на альтернативную программу «Ночи искусств». Собственно, немного предыстории расскажу. Искусство объединяет. Это общая тема «Ночи искусств» уже традиционно. И мы посчитали, что искусство должно объединять не только посетителей между собой, не только музеи посетителей, но и посетителя и искусства, посетителя и непосредственно художника. И поэтому мы пригласили художников. Такую достаточно интересную, одну из самых интересных групп художественных в Самаре на данный момент — это группа «Номыжи». Пригласили, чтобы целиком сделать «Ночи искусств». То есть, грубо говоря, мы поставили им задачу. Давайте поиграем «Ночи искусств». Мастер-класс, как правило, это утрировано, но, как правило, проходит мастер-класс, лекция, кинопоказ, выставка, экскурсии и так далее. И, собственно, они вот с этой задачей достаточно успешно справились. Программа уже готова, все работает. В том числе у них будет представлено много проектов, которые объединяются как раз-таки этим объединением «Номыжи». Немножко о них. Это люди, в первую очередь, свободные в плане отношения друг к другу. Что я имею в виду? Да, да, как-то вы так заинтриговали. Как-то я приходил в мастерскую к ним и спрашиваю, что вот у вас тут 20 человек снимает эту мастерскую, и все «Номыжи». И мне вот один из участников постоянных, Кирилл Флегинский, говорит, что ну вот сегодня ты «Номыжь», а завтра не «Номыжь». То есть у них такой подвижный состав на какой-то проект. Они зовут ребят, подключают, они автоматически становятся «Номыжом». Завтра они уже не «Номыжах», а послезавтра снова там. И, собственно, у них, у каждого есть целая вселенная такая, знаете, очень внутренняя в плане каких-то внутренних шуток, которые перерастают в искусство. Да, занимаются они абсолютно всем – живописью, инсталляцией, музыкой и так далее, и так далее. Вот. И каждый из них дополняет эту вселенную, «Номыжиную» вселенную, с которой люди, они и будут делиться со всеми посетителями. То есть непосредственно посетитель приходит туда и без посредников общается напрямую с искусством. То есть здесь искусство должно не только объединять, но и выстраивать такой диалог. Диалог на равных. Да, это интересная концепция, действительно. Кира, скажите, пожалуйста, ваша аудитория, вот кто обычно приходит, могут ли приходить дети, будет ли им интересно, допустим, вот если родители захотят взять ребенка? Я думаю, что наша программа больше рассчитана на молодежную аудиторию, и дети, ну, возможно, конечно, им будет интересно. У нас более классическая программа – это лекции, квесты по экспозиции, и важное тоже для нас мероприятие. В 7 часов наша программа стартует с презентации цикла подкастов. Подкасты – это сейчас очень модная тема. Да, смотрите, время идет вперед. И мы стали победителями конкурса «Новая роль библиотек в современном мире» от фонда Прохорова. И победили мы с проектом серии подкастов «Неизвестные страницы в истории кино». И вот мы презентуем первый эпизод нашего подкаста, посвященный истокам творчества Квентина Тарантино, которого так любят жители нашей страны. И мы попробуем показать, откуда он берет свое вдохновение. Потом у нас стартует квест по основной экспозиции «Искусство объединяет». И затем мы поговорим о творчестве Эльдара Александровича и об истории создания его фильма «Невероятные привлечения итальянцев в России». И все завершится у нас авторской экскурсией по основной экспозиции. Наш ведущий научный сотрудник Олег Горяинов посмотрит на нее через призму истории киноискусства. Да, интересно. Действительно, это уже эксперименты. Есть тоже какие-то вот такие задумки, которые вы хотите опробовать. Конечно. Посмотреть реакцию посетителей. Никита, вы сказали, что какая-то часть программы будет посвящена Маяковскому. Вы уже изучали более подробно его творчество, его фигуру, личность. Что вы для себя открыли? Потому что многие в последнее время открывают Маяковского не только как по этой революции, а еще и лирика. Вот эту сторону приоткройте. Каким он был вообще человеком? На самом деле Владимир Маяковский – это очень неоднозначная и очень противоречивая личность во всех планах. Личная жизнь, творчество, его приверженность именно политическая к продвижению социалистической идеологии. Собственно, вот недавно к нам приезжал Александр Шейн, режиссер фильма «В Маяковский» с показом этого фильма. И вот этот фильм очень точно описывает эту фигуру. Как еще показать Маяковского, если не путем проб, ошибок, вхождения именно в Маяковского и выхода из него, чтобы посмотреть со стороны, действительно ли он был таким. Однозначно про Маяковского ни в коем случае нельзя говорить. Сейчас вот как раз-таки спала вот эта идеологическая оболочка с Маяковского. Вот как раз-таки, как вы сказали именно, он открывается. И как лирик, и как человек, как облако, как человек в штанах. Это все и есть Маяковский. Да, действительно многогранный. Какой хороший подход, правильный, что однозначно, да, вот как поэт, такой певец революции и так дальше. Не надо воспринимать, не стоит. Нужно раскрывать, раскрывать. Я думаю, что у Эльдара Александровича аналогичная ситуация. Это не только вот режиссер, который мы его сначала все воспринимаем. Вот, там три фильма, четыре, кто знает, кто сколько, да. И вот он именно вот этот вот режиссер этих фильмов. А что еще можно о нем рассказать? Ну, в плане искусства и его многогранности, Эльдар Александрович ведь не только режиссер, он еще автор сценариев своих фильмов, он еще и актер. И поэт какой, и поэт. И его стихи как раз можно послушать в его собственном исполнении в нашей экспозиции. Поэтому мы ждем всех жителей города, не только на Ночь искусств, но и в другое удобное время. В принципе, мы работаем каждый день. Ну, Горький центр, наверное, тоже каждый день. Или есть выходной? Нет, мы работаем каждый день. Тоже каждый день. Расскажите, что можно еще посетить? Ну, кроме вот Ночи искусств, вот, как Кир сказал, про свой музей. А вы вот, что еще в Горький центр должно привести и привлечь? Горький центр, как я уже говорил, это мы любители экспериментов, в том числе любители экспериментов в форматах, да, мероприятий. Так вот, на ноябрь, например, у нас запланирован сайфер. Сайфер — это зачитывание текстов художественных, своих личных или кого-то еще, под один бит, под одну музыку. Там у нас будет приглашенный диджей, музыкальный продюсер, бехевиорист, член группировки «Цех», как раз-таки музыкального промо-объединения Самарского. Вот, он делает очень разные вещи от индастриала до совершенно разных звучаний техно, под техно, да. Вот, и мы приглашаем туда художников, поэтов, для того, чтобы как раз-таки вовлечь посетителя в вот этот вот поток текстовой, он пришел из рэп-культуры, да, с хип-хоп-культуры, это поочередное показывание своих скиллов, как это говорится, то есть своих навыков прочтения текста. Вот, и это действительно такой динамичный формат, и все происходит под, как я уже сказал, такую музыку достаточно специфичную, и видео-арт от как раз-таки самарских художников. Вот, а также в ноябре у нас будет дрейф по улице Владимира Маяковского, которая у нас есть в городе. Тоже любопытно, фактически она была названа, там он, конечно, никогда не был на этой улице, но она названа в честь того, что он приезжал дважды в наш город, до революции и после революции. Вот, и вот некая память о Маяковском сохранилась даже в нашем городе через название улицы. И мы как раз-таки будем ходить по этой улице, выискивать какие-то детали, которые отсылали бы нас к биографии, к личности Маяковского, и послушаем, расскажем друг другу, кто такой Маяковский. Ну, вообще, да, вот эта тема экскурсий в последнее время, она набирает обороты, да, очень любят наши горожане и гости присоединяться к таким вот, может, не самым многочисленным экскурсиям и ходить именно по этим старым волочкам. Ну, единственное, что меня как-то насторожило, что получается, что и в вашем музее вы ориентируетесь на молодежную такую большинство аудитории, а уж с экспериментами Горький Центр, то тоже как-то, мне кажется, больше молодежь. Или нет, или ошибочно? Да, молодежь – это целевая аудитория, но это воспринимают и участвуют активно, ну, абсолютно разновозрастные наши посетители. То есть, вот этого как-то остерегаться не стоит? Нет, ни в коем случае. Каждый найдет что-то. Просто люди идут туда смелые, готовые к новому. Это, на самом деле, очень здорово. Также очень показательным был мастер-класс по авангардным техникам написания текста «Для преодоления боязни белого листа». И как раз-таки собралась абсолютно разная аудитория, да, участники от студентов, от школьников даже, до пенсионеров. И все готовы были к диалогу, к эксперименту. Ну, вы меня убедили. Надо прийти и попробовать. Ну, что ж, Ночь искусств, 3 ноября. Вы уже услышали рекомендации и некоторые предложения, но мы продолжим через минутку. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Город ИС». И к нам присоединились Ольга Любимова, директор Самарской публичной библиотеки. Здравствуйте. Здравствуйте. И Роман Сидоренко, режиссер Самарского молодежного драматического театра «Мастерская». Скажите, пожалуйста, Ночь искусств для вас. Что это за событие или работа? Или, может быть, у вас есть возможность еще куда-то сходить, на что-то другое посмотреть, не только ваше учреждение, которое вы представляете? Ну, наша библиотека участвует традиционно во всех всероссийских акциях, ну, ночных, Библию, ночь. Очень мы любим ночь в музее. И в ноябре, конечно, Ночь искусств. Третий раз принимаем участие. Вот. Программа всегда разная. Ну, вот на этот раз тема искусство объединяет. Надеемся, что у нас все получится. Объединить. Да. Объединить людей. Кому будете объединять? Людей. Людей, которые объединяются искусством. Искусством. И, наверное, все-таки любовью к чтению, к книгам. К книгам, к поэзии, к стихам, да, к музыке, ну, ко всему. Роман, наверное, у вас свой, как я предполагаю, режиссерский подход, потому что у режиссера всегда бывают какие-то свои задумки, фантазии. Ну, мы готовим спектакль, да, мы готовим спектакль к Ночи искусств. Как раз 3 ноября пройдет спектакль «Сторож». Он будет проходить в дирижабле. Это на улице Куйбышева, 104, находится центр, молодежно-концертно-театральный центр. Вот. Там мы откроем как раз будет театральная постановка. Вроде там еще не было именно спектаклей, но площадка подразумевает. То есть там сцена есть, и зал для зрителей есть, да, потому что вы там заинтриговали, что никогда там ничего подобного не было. Нет, там проходили концерты, да, но там площадка с возможностью ее переделывать. То есть там такой большой зал, в котором есть стулья, которые можно поставить куда угодно, есть сцена. То есть будет все равно некоторого рода эксперимент, я думаю, да? Да, будет некоторого рода эксперимент, будет очень интересно. И после спектакля, это вот в рамках «Ночи искусств» будет возможность у зрителя пообщаться с актерами, узнать вообще... Так, режиссер, постановщик — это вы, получается? Да. Да? Да-да-да. Так, идея. И поставить именно по... что за произведение? Это произведение Гарольда Пинтера «Сторож». Почему, вот что, вот намекните, почему вы к нему обратились, и чтобы зрителей тоже как-то... Почему я к нему обратился? Да, причем оно вас записано? Ну, это у меня давняя история, она, конечно, не связана никак с «Ночью искусств», но это просто моя любимая пьеса, да. «Сторож и ночь» — они сочетаются, да, согласитесь? Конечно, конечно, «Ночной сторож», к тому же. Да-да-да-да. Вот, ну, это интересная история, интересная история про взаимоотношения семьи, про взаимоотношения братьев в семье младшего и старшего. То есть история будет интересной, стоит прийти и... Конечно, прийти и посмотреть. Да, актеры — это, наверное, актеры вашего театра, да, молодые? Да-да-да, все молодые, все... Как раз-таки вот «Ночь искусств», она, мне кажется, такая, она... Во сколько начало еще? Молодая кровь придет посмотреть. Да-да-да, во сколько начало спектакля? В шесть вечера. В шесть вечера. В шесть вечера, 3-го числа, да. Как все вот это будет сочетаться? Вот в шесть вечера в дирижабле, да, спектакль у вас во сколько? Мы начинаем пораньше, мы начинаем в 3 часа, в 15.00, и потихонечку, мероприятие за мероприятием, уходим в ночь. Так, расскажите, какие вот мероприятия? Открывается у нас программа «Клуб экспирантистов». Вообще, мы можем сказать, что у нас 3-го ноября состоится Всероссийский съезд эспирантистов. Клуб у нас существует уже год в библиотеке. Прежде чем мы пойдем дальше, расскажите, кто это, кто эти люди. Ну, эспиранто – это язык, язык эспиранто, да. И у нас в библиотеке клуб собирается раз в неделю, пожалуйста, приходите по понедельникам. И вот эспирантисты решили, так сказать, собраться. У нас будут гости из разных городов – Москва, Нижний Новгород, Саратов. Открывать мероприятие будет лекция Владимира Ивановича Ионесова. Это доктор культурологии, профессор нашего Института культуры, эспиранто в мировой культуре и искусстве. Нам обещают презентацию редких книг эспиранто, эспиранты, причем таких, которые изданы 100 лет и более назад. Конечно, современные издания. Кто у нас еще будет в гостях? Москвичи Анна Стриганова и Дмитрий Шевченко – это главные редакторы международного журнала эспиранто, который издается в Нидерландах. Они, конечно, тоже представят все свои издания. Между собой они говорят на эспиранто? Посетители их поймут? Нет, поймут, конечно. То есть это будет и лекция, потом будет презентация книг, общение, вообще у них очень интересные мероприятия, они и спектакли ставят, то есть все, кто, опять же, вход свободный. И на встрече клуба по понедельникам, естественно, на Ночь искусств, все мероприятия бесплатные, свободные, предварительная запись не требуется. Три часа? Да. Третье ноября и дальше? Дальше. Еще какая программа? В пять часов в 17.00 у нас следующее мероприятие – это лекция Зои Михайловны Кобозевой. Это доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории нашего госуниверситета. В городе ее знают как историка моды и автора проекта «Модный университет». Зои Михайловна читает лекции на разных площадках в нашем городе. Мы рады, что и в публичной библиотеке регулярно лекции проходят. И вот на Ночь искусств в 17.00 начнется лекция «Влияние византийской эстетики на русское искусство». Вот если кто-то сейчас подумает, ой, ну вот у них лекция в три часа, потом в пять часов у них снова лекция, и что-то как-то скучно, вот я вас уверяю, скучно не будет. Потому что вот лекции Зои Михайловны, они вообще-то не лекции, это такие вот маленькие спектакли. Там звучит и гитара, там звучат романсы. То есть это очень интересно. Приходите в 17.00, не пожалеете. Обещаю. Да, то есть 15.00 и 17.00. Мы, вы знаете, раньше на Ночь искусств, на другие ночи пробовали задействовать все площадки библиотеки. Что-то на третьем этаже, что-то на втором. А потом поняли, что лучше выстраивать мероприятия друг за другом. Потому что люди и туда хотят, и побежали здесь, посмотрели, какая-то суета, и поэтому строго распланировали. И с небольшими перерывами, потому что мы вообще такую домашнюю создаем обстановку в библиотеке, и всегда уж такой в ноябрьский холодный вечер, там, чай с печеньками, кофе. Мы всегда между вот этими мероприятиями, перерыв, мы прям обещаем. То есть создаете такую душевную, уютную обстановку. Ну, стараемся, стараемся, да. Расскажите, пожалуйста, Роман, о вашем театре, мастерская, да? Мастерская подразумевает то, что вы еще, собственно говоря, еще учитесь и нарабатываете что-то, да? Ну, это очень молодой театр, он молодежный, вырос на базе актерского курса. И еще есть ребята с предыдущих курсов, то есть там самым старшим из актеров нет 35. Я думала, скажете, это 12-16 лет. Нет, все-таки они уже повозрастнее, но... Ваш репертуар, и кто к вам приходит, где вы спектакли свои играете? Так ли играет театр на различных площадках? Вот как раз в Дирижабле будем играть, играется в ДК Кирова. В общем, очень много площадок, где театр играет. А какие у вас амбиции вообще, вот как у режиссера? Что вы хотите дальше? И с этим театром, и, может быть, не с этим. Чем вы будете заниматься? Ну, как я еще актер, поэтому... То есть вы все совмещаете. Да-да-да, ну, разносторонне растут. А в спектакле «Сторож» вы играете? Нет, в спектакле «Сторож» я не играю. В спектакле «Сторож» я только со стороны, да, помогаю ребятам. Какие-то режиссерские уже вот у вас есть наработки, да, как работать с молодыми актерами? Как вам это все удается, получается? Нравится ли либо это? Очень-очень нравится. Ну, как работать с молодыми актерами, я стараюсь это пропускать через себя. Как со мной режиссеры работают, что мне удобно, что мне неудобно. Я стараюсь учитывать в работе вот с молодыми ребятами, как-то им помогать. Понятно. И мне просто хочется понять, вот почему нужно выбрать этот спектакль в «Ночь искусств», прийти и посмотреть. Потому что актеры молодые. Премьера. А, премьера. Да, это будет премьера, конечно, вот премьера будет второго и третьего числа. Тоже в шесть вечера, и третьего числа премьера попадает еще в «Ночь искусств». Да. А сами вы когда-то ходили на «Ночь искусств» в какие-то, может быть, музеи, театры? Он ходил только на «Ночь искусств», «Ночь искусств», это, думаю, будет первая «Ночь искусств». Да, ну потому что вот Ольга Германовна, она уже… Опытная. Опытная в этом отношении. Опытный полуношений. Уже выработали вы свою уже такую стратегию и тактику, знаете, как, что? А мы, кстати, вот, ну, «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь музеев», «Ночь искусств», а мы проводим еще и свои ночи, мы придумали в этом году. Мы провели «Ночь фэнтези» и «Ночь детективов». Молодежи безумно понравилось, просят повторить, то есть мы, наверное, будем сами, так сказать, повторять вот такие свои, не такие, они не всероссийские, а именно наши, вот «Ночь фэнтези», очень было замечательно. Здорово. Такие проекты. Да, знаете, какая удивительная тенденция? В первой части программы тоже были представители музея, и они сказали, что они в основном ориентируются на молодежную аудиторию, то есть это такая аудитория, на которой сегодня равняются. Ну, не равняются, а привлекают именно молодежи. Ну, наверное, ночной вот этот формат. Ну, такую же я тенденцию тоже вижу у вас, что вы тоже, и молодежи понравились. Конечно. Казалось бы, Самарская публичная библиотека, у вас такие архивы, такая литература. Нет, ну мы же заинтересованы, чтобы молодежь посещала библиотеку, а вот этот формат, который позже, вот, ну, библиотеки, ну, в 6-7 вечера закрываются стандартно, да, то есть, конечно, это привлекает, если мероприятие, ну, кто-то работает, кто-то учится, ну, конечно, людям удобно, тем более молодежи. Ну, вообще-то интересно, знаете, когда вот темно за окном или снег, допускай даже дождь, может быть, будет 3 ноября какая будет погода, то есть, не знаю, мне кажется, это интересно, романтично. Да, тем более, что вот такие они, вот театр, может быть, там стулья как-то под углом, мы вообще стулья убираем, подстилочки на полу, пробовали вот так, то есть, ну, вот такие вот форматы такие самые неожиданные, как раз вот молодежь это все очень любит. А у вас есть сотрудники ваши, молодые люди? То есть, они тоже могут какие-то генерированные идеи, вот от них это исходит? Как раз вот такие мероприятия организовывают именно молодые сотрудники, им самим интересно, им интересно, чтобы к ним приходили, то есть, очень много игровых формат, эти квесты, батлы, это вот сейчас вот все, квизы, вот, замечательно получается. У молодежи, для молодежи. Да, 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 интересно, что меняются не только музеи, они переходят вот из одной такой вот категории, как раньше относились к музеям, что это вот что-то такое скучное. Да, зашел, посмотрел, аккуратненько ушел, тихонечко, да. А получается, что просто это уже, они так выстреливают, у них такие проекты, программы, и библиотеки тоже в этом же ключе работают, и театры, да, вот, Роман, ваш взгляд. Вы больше относитесь к классической такой традиции подачи материала, либо тоже вот новаторское что-то, какие-то эксперименты, у вас как спектакль, тот же сторож, да, это что-то, чего ждать, это что-то новаторство? Чего ждать, ну, какое новаторство, нет, ну, это и не стандартное, это не классическое, то есть, у нас не будет сцены, наоборот, зритель будет сидеть на возвышении, на помосте, то есть, на сцене, а актеры перед ним будут как бы, как бы они будут в зрительном зале. Ну, зрительный зал расчищен, расчищен, и поэтому там просто свободная площадка, на которой они и будут. Ну, вот, видимо, хоть предупредили, а то при... А чтобы не было неожиданностей. Займешь место актера. Неожиданно, вот видите, тоже, да, эксперименты. Да. Вот эксперименты и что-то новое, это такое вот в последнее время очень даже... Время диктует старое место. Время, время диктует. Уже вот тишина должна быть в библиотеке, это уже лозунг никуда не годится, да, то есть, наоборот, должно быть очень не тихо, шумно должно быть и многолюдно. Шумно, многолюдно, обсуждение. Да, обсуждение, да, вот важно еще общение, да, вот с посетителем, со зрителем, после, вот как вы сказали, роман, после спектакля будет обсуждение, это так важно. Да, пообщаться, чтобы зрители могли задать интересующие их вопросы. А актеры сделают тоже какие-то выводы, да, в смысле, может даже получат они и отзыв, и о игре, и о работе, и о спектакле, о постановке, да. Ну что ж, желаю, чтобы и для вас Ночь искусств прошла интересно, чтобы выстрелили все ваши проекты, ну и, конечно, для горожан, самарцев, 3 ноября Ночь искусств, как я уже сказала, сделайте свой выбор, не отдыхать, не сидеть на диване, не спать, а выйти и получить удовольствие, радость от общения с представителями культуры и искусства. Спасибо всем большое за внимание, всего хорошего, до свидания.